Всех с 1 апреля, сказал бы я, если бы не 11 июля. Ведь именно тогда анонсировали это шуточное обновление, потом видимо прикинули, а чё бы не реализовать, и резко выкатили аж 11 июля обнову про Atomic Heart. Ну а чё, в целом Северск в рандомайзере пересобрали, вот тебе и карта, а остальное за это время как раз и проработали. Кстати, называется карта тоже просто Atomic Thunder, и смотрится даже лучше Северска с точки зрения рельефа и позиционки. Но главной темой ивента, естественно, являются роботы. Далее полетать аж на двух вертолётах, извините, на двух пчёлках. Одна вообще без вооружения, но может контролировать подземный дилдо. И тут две новости. Хорошая в том, что роботык очень имбовый, легко управляется одной кнопкой и ваншотит любую цель. Просто летаешь по карте, постоянно тыкая пробел, пока бурав не окажется под танком. Изначальное расположение буравчика показано вот на этом кружке, контролировать вы его можете от 150 метров. Плохая, он не то что один на команду, он один на карту. И ладно, ещё когда тебе надо у вражеской пчелы выворовать, но файт между союзником за одного червяка мне показался немного токсичным. Тем не менее, механика оригинальна, поэтому вместо фрагов на танках я занимался вот этим вот. Вторая же пчела имеет на борту лазер с параллаксом. И посуществует самая имбовая робоновинка события, потому что выжигать можно себе подобных вертолёты, ПМПшки и даже ежих. Но о них чуть позже. Так вот, все настолько много играли на уникальной для события технике, забив на танки, что оперативно занерфливочный комплекс сменил стоимость пчелки со 150 до 1000. В рандоме их сразу же жесть как поубавилась, и динамики стало поменьше, и игрокам это не понравилось, поэтому очки вернули. Теперь снова 150. Эмоциональные качели какие-то, улитка что с нами в абьюзивных отношениях. И не пытайтесь чиниться, если заклинило пушку, или там приземляться для захвата точки, потому что, ну, как бы вот, ну, да. ПСТ-хам стрелять лазером смысла нет, если только поиздеваться и снять гусеницы. Ежиха. Это первый босс, который познакомил нас с тяготами отсутствия бега в Атоме Харт. Мое почтение тому, кто его делал в Тундре, потому что все эти анимации, возможность кататься по карте, прыгать и атаковать выглядит ну офигительно. Для ивента уж точно. Даже можно драматично умирать 10 минут, как в лучших мелодрамах. Люди вон нервничают. Да, Ежиха прыгает и почти всегда ваншотит танки, стреляет косожопами спайками, но против другой бешенокатающейся Ежихи только они эффективны. Ну и против вертолетов. Броней у него почти нет, поэтому действовать надо от скорости. Если увидели, то почти 100% ваншот с пушки, от БМП там, ну, можно танкануть пару выстрелов, но только не Птуры. Драйвовый геймплей выходит, если осознать, что на месте ты даже повернуться нормально не можешь. В остальных случаях приходится ездить на танках. Советам еще хороший сетап выдали, но у США Брэдли Старшип, это ужас. В те моменты, когда пчела стоила 1000 рублей, на наземке приходилось ездить чаще, набивая очки возрождения на заветную Ежиху. Ведь сейчас именно на ней нужно сделать 30 фрагов для награды. Ах да, награды. Они посвящены атомному сердцу. За ивент дают два декоратора, наклейки, загрузочные экраны и аватарки профиля. И вот тут я уже здравствуйте. Не, ну а чё прикольные же? С рободрочеров лайк. Жаль, что улитка в очередной раз пытается впечатлить типа огромной картой, в итоге иногда Ежихи просто круги наматывал и найти не мог никого, так как противник разбредался по карте и кемпил. В рофло-эвенте. Просто задумайтесь. А так, карта получше оригинального Северска, может это, добавим её лучше в рандом? Только оригинальный Северска, да, удалить надо, иначе две карты на 90% собранные из одних и тех же объектов будут раздражать. А там и зимняя, Томик недалеко. Ладно, ладно, нет, 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 нет. Музона навалили крутого. Да, его нельзя выключить, но есть только совсем звук убрать сразу, но под него мне понравилось играть, особенно когда быстро по карте катаешься. Ещё прям просится какой-нибудь Беляш или Наташа за другую команду, как противовес Ежихи, и тогда вообще отвал лица был бы. Короче, максимально не ожидал такой коллабы, получилось очень и очень годно. На небе вон даже замоделили летающие всякие атомно-серцовые объекты. В атмосферу игры попали, я так понимаю, что будущее DLC тоже продали, ну а я и не против. В общем, на этом всё, спасибо за просмотр.